В прямом эфире Якутия 24 вы смотрите выпуск итоги дня в студии Влад Давыдов. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Обучили новым специальностям. Тысячи работников в Центре подготовки кадров Алроса подвели итоги за прошлый год. И она сказала, да, в Мирненском районе парень сделал необычное предложение руки и сердца своей избраннице. Добрый вечер. Добрый вечер. И государственный деятель. О дате прощания и похорон будет известно позднее. Слова о соболезновании в связи с кончиной Тараса Десяткина высказал Егор Борисов. Глава Якутии отметил, что сегодня для многих золото Якутии и фамилия Десяткин – это практически синонимы. Глава сказал, что Десяткин – это легенда, настоящий герой всей своей жизнью, доказавший, какой мощный заряд созидательной энергии может принести родной земле даже один человек, если он без остатка отдается любимому делу. Другим новостям известная онлайн-платформа под названием Currency Global прекратила работу. Участники этого проекта остались без доступа к своим счетам. На сайте организации размещена информация, что ресурс якобы заблокирован по решению органов госвласти, однако, как сообщили в Роскомнадзоре, данный сайт не внесен в список запрещенных в России. За свое короткое существование сайт платил участникам за облачные проценты от их вложений, но, как и прочие системы, похожие, по сути, на пирамиду, захлопнулся, а те, кто вложились, деньги вернуть не смогут. По данным источника нашего телеканала, количество пострадавших может превышать десятки тысяч человек. Напомню, схожий сценарий недавно был разыгранный с системой MaxiRise. Граждане же наши должны понимать, что финансовые пирамиды, которые сейчас рушатся в Якутске и не только, они являются отголосками еще, наверное, тех лет, когда мы помним об МММ, Хопер Инвест и так далее. Но если тогда мы не знали о финансовых пирамидах, что это действительно мошенничество, и в основном люди хотели заработать, им обещали быстрый заработок в течение короткого периода времени, то сейчас многие знают, что это может быть так, но все равно вкладывают средства. Центробанк планирует ужесточить регулирование микрофинансовых организаций. Максимальные выплаты, которые они смогут требовать с должников, будут снижаться. Об этом пишет газета «Ведомости». В настоящий момент потолок выплат трехкратный размер займа, но Центробанк предлагает его снизить к 2020 году до полуторакратной величины долга. Кроме того, регулятор хочет ограничить ей ставку по займам не более полутора процентов в день, а к 2019 году она должна будет снизиться до одного процента. Ужесточение сильнее всего ударят по займам до зарплаты, поэтому регулятор хочет прописать в законе специальный финансовый продукт. К примеру, для займов 10 тысяч рублей платеж по нему будет фиксированным вместе с процентами, штрафами и пенями он не будет превышать 3 тысяч рублей. Предложение Центробанка, реакция связана с тем, что на сути нелегальный бизнес, расставщичество, который запрещен во многих странах мира, стал в России общедоступным. Более двух тысяч компаний занимаются выдачей кредитов под трехзначный процент. К сожалению, в течение многих лет Центробанк выдает разрешение на эту деятельность. Мы считаем, что этот вид деятельности не является общественно значимым, он должен быть запрещен. Алроса по итогам 2017 года вышла на рекордный уровень алмазодобычи. Такой объем был в последний раз зафиксирован аж в 1990 году. Компания добыла почти 40 миллионов карат алмазов. Об этом Владимиру Путину доложил глава компании Сергей Иванов. В ходе встречи обсуждали итоги работы алмазодобывающей корпорации за прошлый год и январь текущего года. Также планы работы на перспективу. Иванов сообщил, что Алроса продолжает оставаться крупнейшим налогоплательщиком в бюджет Якутии. Так, налоги в бюджеты всех уровней составили свыше 66 миллиардов рублей за прошлый год. Тем временем представители компании Алроса и Госкомитета занятости населения республики отправились в совместную поездку по районам по программе «Местные кадры в промышленность». Первый пункт – районный центр Сунтар, далее села Кутана и Тайбохой. Среди сельчан, специалистов, желающих трудоустроиться в промышленности, оказалось немало. Работа вахтовым методом особенно заинтересовала электриков, слесарей, водителей и других технических специалистов. Сегодня комиссия начала работу в Верхневилюйском районе. Ну а в Центре подготовки кадров Алроса подвели итоги работы за прошлый год. Отчитались, что планы выполнены, а задачи на 2018 год поставлены. Какие самые популярные направления обучения оказались в образовательном подразделении «Алмазной компании» узнавала Злата Курбанова. Уже больше четверти века здесь готовят квалифицированных специалистов для нужд Алросы. Самые популярные направления обучения – промышленная безопасность, охрана труда и закупочная деятельность. В 2017 году на базе Центра подготовки кадров и в учебно-курсовых комбинатах Мирненского района обучали по 80 профессиям. Всего при плане 6500 человек прошли различные виды подготовки 6528 человек, что составило 100,4%. Из них на базе ЦПК прошли обучение 6444 человек. Это составило 98,7%. В 2017 году шла и внутренняя работа. Специалисты разрабатывали методические пособия, рассматривали различные реальные чрезвычайные происшествия на производстве, их посредствия и выводы. Немало планов и на этот год. Планируется проведение рабочего семинара для внештатных и штатных преподавателей, в которых будут рассмотрены вопросы организации и содержания методической работы, мотивация слушателей, методика проведения практических занятий. Также планируется разработка и изготовление стенда по промышленной безопасности и охране труда. В 2018 в Центре подготовки кадров будут обновлять компьютерные классы и закупать мебель для учебных аудиторий. Появится здесь и новый тренажер. С его помощью водители больших автосамосвалов смогут оттачивать свое мастерство. Злата Курбанова, Алексей Меркулин, Владислав Каханский, телеканал «Алмазный край». Масштабную реформу техникумов и колледжей готовит Миноборнауки страны. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки России Ирина Потехина. В основе стратегии создания на базе колледжей региональных центров профессиональной мобильности. В этих заведениях будут обучать не только вчерашних девятиклассников, но и взрослых людей, которые столкнулись с невостребованностью на рынке труда. Недавно эксперты подсчитали, что к 2024 году в техникумах и колледжах будет учиться 3 миллиона 200 тысяч студентов, что на треть больше, чем сейчас. Ну а Неренгринский медколледж планирует строительство нового общежития и открытие новых специальностей. Учреждение вот уже 30 лет обучает и выпускает специалистов по лечебному, сестринскому и акушерскому делу. Рассказывает наш корреспондент Екатерина Павлова. В медицинский колледж съезжаются студенты не только с Неренгринского района, но и со многих улусов республики. У колледжа нет собственного студенческого общежития, и иногородним студентам приходится проживать на съемном жилье. Еще одна проблема – большая нехватка кадров средних медицинских сестер по всей республике. В связи с этим было принято решение о возможности подготовки средних медицинских кадров по востребованной специальности «Сестринское дело» на местах. Проанализировав потребности в своих услугах, первым шагом колледжа за пределами Неренгринского района был выбран город Олегминск. Это все Южная Якутия, которая входит сейчас в территорию опережающего развития, то есть ТОР. В общем-то, два очень близких сами по себе города, поэтому наши два главы сошлись в едином мнении, что это необходимо и городу Олегминску, и, естественно, нашему городу. Главное богатство колледжа – это люди, которые в нем трудятся. Неренгринский колледж вошел в энциклопедию «Золотой фонд кадров России», где была отмечена его директор Ирина Адамова и размещена информация о заслугах и достижениях колледжа. Медики, я всегда говорю, это самые творческие, самые активные. Поэтому все те успехи, которые в последнее время добивается наш колледж, конечно же, в первую очередь принадлежат педагогическому коллективу. За последние годы педагоги и студенты колледжа показывают положительную динамику успешных результатов участия в научно-исследовательских мероприятиях различного уровня. В их числе третий год работы социально-педагогического проекта «Точка опоры» и «Мир один для всех» для реализации программы «Детей с ограниченными возможностями здоровья». С каждым годом расширяем, выходим на разные уровни и хотим, чтобы действительно наша практическая медицина получила такие востребованные высокопрофессиональные кадры. Колледж имеет высокий показатель трудоустройства выпускников, что связано с большой востребованностью специалистов со среднем медицинским образованием, выпускаемых колледжем, и их четкой, профессионально направленной ориентированностью выбранной специальности. В планах у колледжа добиться реализации строительства нового современного студенческого общежития, открытия новых специальностей и современного симуляционного центра на базе колледжа. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. Фонд развития моногородов подарил машину скорой помощи для Айхальской больницы. Автомобиль оснащен всем необходимым для оказания услуг на выезде. Напомню, что поселок Айхал Мирненского района вошел в количество моногородов России. И в рамках этой программы поселку выделили 4,5 миллиона рублей. На эти деньги выполнили реконструкцию фонтана на площади, также асфальтировали придомовую территорию по улице энтузиастов. В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». В Алекминском районе повышена грузоподъемность до 30 тонн на ледовой переправе по направлению Уолбут-Даппарай. Всего по республике эксплуатируют 47 ледовых переправ. Напомню, за несанкционированный выезд на лед предусмотрены внушительные штрафы, особенно для юридических лиц. Плесень, сырость и угроза разрушения фасада. Так жители дома по адресу Байкалова, 6 в столице, бьют тревогу. Граждане уверены, так дальше жить нельзя. И готовятся защищать свои интересы через суд. В ситуации разбирался наш корреспондент Петр Говоров. Из стен выпадают кирпичи. На полу в подъезде сквозные дыры. Осыпаются ступеньки. Канализация не ремонтировалась десятилетиями. В подвале дома постоянно стоит вода. Из-за этого у жильцов начались проблемы со здоровьем. Каждую ночь трески. Дети боятся. С того случая, постоянно боятся. Если треск, то сразу схватывается и стоят. А я двигаюсь. Постоянно документы в папках, потому что я не успею выбежать. Дом-то каменный. Может в любую секунду рухнуть. А я бабушку не смогу вытащить. Просто по человеческим силам. Инженерные конструкции дома находятся в критическом состоянии. Трещины в каждой квартире. Был такой случай, что у соседей и у нас треск был страшный. И пластиковые окна полопались. Мы позвонили в автодорожную. Мерю позвонили. По словам жильцов, они настолько устали бороться с бездействием городских властей, что уже вместе наняли юриста, чтобы защитить свои права и интересы. На сегодняшний день в доме проживает семь детей. Четверо из этих детей родителями вынуждены снимать квартиру, так как имеется бронхиальная астма. И на сегодняшний день бронхиальная астма очень тяжело лечится. Впрочем, сегодня управа автодорожного округа пошла навстречу жильца. В дальнейшем мы комиссию создаем. Буквально завтра мы планируем собраться со структурными подразделениями окружной администрации. Это управление гражданской обороной и чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, служба эксплуатации городского хозяйства и департаментом жилищных отношений для составления акта осмотра и направления уже заявки на рассмотрение комиссии по чрезвычайным ситуациям. Сотрудники управы автодорожного округа обещают. 15 февраля соберется комиссия для чрезвычайного анализа дома по адресу Байкалова, 6. Мы будем отслеживать данную ситуацию. Комиссия правительства России одобрила проект закона, освобождающего от обложения налогом на доходы физлиц ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина. В целях усиления материальной поддержки семей, имеющих детей, законопроектом предлагается установить, что такие ежемесячные выплаты не будут облагаться налогом на доходы физлиц, говорится в сообщении. Далее законопроект будет рассмотрен на заседании правительства страны. Советник руководителя Якутии Алексей Березовский победил в голосовании за лучший вариант слогана движения «Путин Тим». На сайте конкурса его вариант выбрал каждый пятый проголосовавший. Звучит он следующим образом. «Не будь равнодушен к проблемам чужим, гордись России, вперед, Путин Тим». Напомню, что движение в поддержку президента Путина создал российский хоккеист, выступающий в НХЛ Александр Овечкин. Все слоганы, которые были отобраны для участия в голосовании, они достойны и имеют право на жизнь. И любой из них может быть, мог бы быть признан победителем. Заявок уже завершался. Это, по-моему, было 5 февраля. Я вот, мне нашлось несколько минут, я сел, ну, наверное, минут 20 у меня ушло. Я три варианта сделал. Сейчас короткая реклама. Оставайтесь на нашем канале и смотрите во второй половине нашего выпуска. Якутск будущего. Какой будет столица решать жителям города. Стартовал масштабный проект «Форум неравнодушных горожан». Хроника ЧП в Нерингре подросток избил мужчину. Также возбудили уголовное дело в отношении экс-главы одного из поселков Устьянского Улуса. Она сказала, да. В Мирнинском районе парень сделал необычное предложение руки и сердца своей избраннице. Первенство республики в спорткомплексе «Дахсун» состоялся турнир по баскетболу. Сошлись четыре команды. Это Якутия 24. Мы продолжаем итоги дня. Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы селинняхского наслега Устьянского района. Следствие установило, что в 2013 году администрация наслега и индивидуальный предприниматель заключили контракт на оказание услуг по ремонту поселковой дороги. Однако предприниматель работы выполнил частично, а деньги получил в полном объеме. Затем и вовсе 190 тысяч рублей были переданы главе наслега, который распорядился эти деньги по-своему. Социальные сети в республике всколыхнуло видео, на котором подросток избивает мужчину. Все происходит в подъезде жилого дома, где группа ребят школьного возраста сначала пропускает жильца наверх по лестнице, затем один из них следует за мужчиной и начинает на него нападать. В МВД республики уже подтвердили, что инцидент действительно произошел в Нерингре. Получившее распространение в сети Instagram-видео было нами изучено. Установлено место происшествия в городе Нерингре. На данный момент сотрудниками МВД России по Нерингренскому району проводится проверка. Каким будет Якутск будущего, решать жителям города. В столице республики стартовал масштабный проект «Форум неравнодушных горожан». Подробнее Саргалана Федорова. Зимой каток, летом бассейн. Именно такой дизайн-проект территории озера Сайсары разработали специалисты консалтингового бюро «Стрелка» из Москвы. Якутск стал участником их программы в этом году. Проект включает четыре территории. Набережную озера Сайсары, сквер-матери, улицу Лермонтова и дворовые территории. Разработка дизайн-проектов, она всегда очень честно связана с мнением горожан, жителей города. Допустим, в Якутске мы применим даже такую вещь, что мы в самом начале даже провели опрос через социальные сети, через новостной портал, узнали, чего хотят жители на этой территории. Это мнение начали читать уже даже на этапе предварительного формирования видения. При разработке проекта учитывали климат, транспортную безопасность, архитектурные традиции Якутска. Основными работами станут укрепление природного каркаса, создание устойчивой природной среды и обеспечение досуговой активности. По проекту планируют расширить пешеходную зону, тротуар и велобеговую тропу. А в сквере-матери планируют посадить 393 новых дерева и создать 95 новых парковочных мест. Также есть и много других вариантов, в том числе мероприятия по очистке воды в озере, расширению проточности и укреплению береговой зоны. В свою очередь горожане желают, чтобы озеро не потеряло свою сакральную значимость. Чтобы чистая вода была и вокруг тоже была облагорожена, как бы современно, но было бы неплохо, чтобы народ помнил свои истоки. Сегодня республика перешла ко второму этапу реализации проекта «Комфортная городская среда». Первый этап – сбор предложений от жителей. Вторым этапом станет рейтинговое голосование. Отобраны 8 территорий для включения в рейтинговое голосование. По всем по ним органы местного самоуправления сейчас обязаны разработать дизайн проекта. Город Якутск должен получить 50 миллионов рублей, в том числе со финансирования от республики Саха-Якутия. После доработки проекта начнется благоустройство дворовых территорий, трех жилых домов по улице Лермонтова и территории городского канала. По плану уже в этом году. Со следующего начнут облагораживать набережную озера Сайсары и сквер матери. Саргалана Федорова, Григорий Охлопков, Якутск. В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения Мартына Теплякова. Герои Советского Союза помнят и чтят жители Белоруссии, Тюменской области и Алдана. Рассказывает Татьяна Вахнина. В честь него названа одна из улиц в центре Алдана. Его имя увековечивает Мемориал Славы. 10 января 2018 года исполнилось 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Мартына Пантелеймоновича Теплякова. Мартын родился в деревне Дронова, Тюменской губернии, в семье колхозника. В 18 лет вслед за старшим братом приехал на север на Алданские золотоносные прииски. В 40-м году отправился в армию. Мартына на фронт отправили не сразу. Его труд золотодобытчика требовался в тылу. На передовую он попал осенью 41-го. В октябре 43-го 5-я рота, где служил Мартын, форсировала реку Днепр. 19 контратак было отбито. И он сам 40 офицеров и солдат в рукопашном бою уничтожил. 15 января 44-го года Мартын Тепляков получил звание Героя Советского Союза. А 30 января в возрасте 26 лет погиб в бою в Белоруссии, где и был похоронен. Данных о Героя мало. Сотрудники Алданского музея связались с краеведами родной деревни Мартына. Выяснилась интересная деталь. Отец Героя носил имя Кирияк. Отчество же Мартын Пантелеймонович получил от дяди. Отчество Пантелеймонович ему досталось от брата его отца, потому что он геройски погиб на японской войне. Это как бы был обычай такой в той деревне. И поэтому Мартын Пантелеймонович. Подвиг Мартына Пантелеймоновича Теплякова связал в единство три уголка. Родное Дроново, Северный Алдан и местечко в Белоруссии, где павший смертью храбрых был упокоен. Героя всюду помнят и чтят. Волонтеры Ленска продолжают активную работу. Напомню, что 2018 объявлен в России годом добровольца. Из Ленска передает Светлана Балеева. Александр Мешков, учащийся технологического техникума. Это искренний и открытый парень, готовый всегда прийти на выручку тем, кому в этой жизни труднее и кто нуждается в помощи. Юноша с добрым сердцем является волонтером лучей Ленска уже год. До того, как им стать, Александр делал добрые дела в одиночку. Помогал пожилым соседям по хозяйству и чистил снег во дворах. Я ходил просто в микрорайон у нас звездный. Я ходил по домам и помогал бабушкам чистить снег. То есть раньше моя бабушка даже договаривалась с кем-то, что я приду, почищу все, будет бесплатно все и так далее. Юлия Серкина занимается волонтерской деятельностью так же, как и Александр. Чуть более года. Но за этот, казалось бы, небольшой срок девушка внесла большой вклад в организацию городских и районных мероприятий. Сейчас с улыбкой вспоминает, как волновалась перед первым. Сегодня волнения уже нет. Волонтерство стало неотъемлемой частью жизни Юлии. Ну, я считаю, что я должна ходить на волонтерство, потому что для меня это как что-то, что я должна делать, потому что мне это хочется делать. Помогать людям, ходить в те же реабилитационные центры, в дома престарелых. Мне это очень нравится, и я люблю этим заниматься. Каждый из нас в той или иной ситуации пытается как-то отложить все свои дела и прийти, помочь. Как признаются ребята, каждый из них имеет своих подопечных, которым они стараются оказывать помощь постоянно. В основном, конечно, это пожилые, одинокие люди. Им ребята помогают по хозяйству, чистят снег, ходят в магазин и просто разговаривают о жизни. Добро нельзя измерить, взвесить, сосчитать. Все ребята молодцы. Добрые дела они делают от всего сердца. Хочется, чтобы это стремление не пропадало у них никогда. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В удачном Мирненского района парень сделал необычное предложение руки и сердца своей девушке. Вместо обычного ужина он решил совместить несколько своих увлечений. Причем получилось так, что свидетелями момент стали десятки людей. Подробности у наших коллег из Мирного. Получить разрешение для выезда на лед, тщательно подготовить своего железного коня и подготовить сценарий. На все ушло две недели. Идея сделать необычное предложение руки и сердца у Владислава появилась давно. Идея пришла вообще на ходу, если честно, когда увидел объявление об этом проекте. И вообще как-то мечта была, что какое-нибудь оригинальное сделать предложение. А вот возлюбленная Владислава наблюдала за действием с тревогой. Лишь бы не упал с мотоцикла. Думала, в тот момент Ирина не совсем понимает, что происходит. Неожиданно было, расплакалась и все. Практически ничего не помню. У него все получилось, он меня приятно удивил. Я его люблю. Когда вышел уже говорить слова, конечно, все внутри перевернулось. Я все забыл, что надо было говорить. И все слова уже придумывал на ходу. 14 февраля конкурс «Она сказала, да, завершится». Автору самого романтического и необычного предложения руки и сердца от компании «Алроса» достанется главный приз – кольцо с бриллиантом. Хотя свои главные награды участники этого конкурса уже, похоже, получили. Ведь их половинки уже сказали им «да». Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». В спорткомплексе «Дахсун» в столице провели турнир по баскетболу в рамках первенства республики. Участие приняли четыре команды из Якутска, Намского и Татинского районов. С подробностями Александр Лысак. Короткое наставление – работа над ошибками. Столичные баскетболисты в перерыве меняют тактику игры против соперников. Инструкции тренера внимательно слушает 13-летний Виталий. В его семье у баскетбола особая роль. Спортом для быстрых и высоких занимались отец и дедушка. Преемственность поколений. С мячом парень не расстается уже три года. Настрой перед соревнованиями – боевой. Сейчас играем уже четвертый раз. Лидируем. Ну, надеюсь, первое место займем. Мы играли с Татийским Улусом, с Намцами сейчас и с Якутск-2. Через пару минут команда Виталия победит в турнире баскетболистов. Ребята радуются. Тренер Якутск-1 недоволен. У сборной не было достойных соперников. Не приняли участие. Здесь такие команды, как город Нерингри, Ленск, Алдан, Мирный. Это вот как раз те города, в которых можно было бы посмотреть игроков, помириться с ними силами. Да, и в целом сделать одну хорошую, крепкую, сильную сборную. Победители турнира – реальные кандидаты в будущую сборную Якутии. В перспективе молодые спортсмены могут отобраться на международные игры «Дети Азии», которые пройдут в 2020 году в Монголии. Александр Лысак, Александр Зубехин, Павел Пахомов, Якутск. Таковы итоги дня. Оставайтесь на канале «Якуте-24». Будьте в курсе всех новостей и событий. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова